Сегодня я буду рассказывать про разумную безопасность сайта. То есть это не просто защита сайта, а защита сайта с учетом удобства работы. Прежде чем я перейду к повествованию, хотелось бы задать пару вопросов в зал. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть собственный сайт или кто работает с клиентскими сайтами? Почти все. Кто из вас уже занимался вопросами безопасности, то есть пытался защитить сам сайт или что-то там проводили какие-то отлично? Ну, где-то процентов 30. Те, кто занимался вопросами безопасности, наверняка сталкивались с проблемой, что после установки защиты или после проведения комплекса мер возникают некие трудности по работе с сайтом. Это могут быть и организационные какие-то моменты. То есть сложно организационно выполнить обновления на сайте, нужно что-то отключать, подключать. На сайте может сломаться защита. То есть перестает, например, работать какие-то там шаблоны или импорт-экспорт данных и так далее. То есть могут быть какие-то проблемы, связанные именно с установленной защитой. Поэтому задача специалиста, который занимается безопасностью и настраивает эти средства защиты, в том, чтобы обеспечить не просто качественную, скажем, безопасность и защиту от веб-атак, но в том числе и комфортную работу с сайтом. Почему вообще возникает такая проблема? То есть почему после настройки вот таких вот безопасных средств, применения технических средств защиты, введения неких организационных мер защиты, могут возникнуть проблемы с сайтом? Сама по себе защита – это набор неких ограничений и запретов. Соответственно, чем больше этих запретов и ограничений введено, тем меньше степеней свободы, тем меньше возможности скриптам работать, пользователям работать, с сайтом обслуживающих, скажем, персоналу, который занимается наполнением сайта, администрированием, обновлением, программированием и так далее. Для того, чтобы уменьшить, скажем так, недовольство, необходимо разумно применять все эти средства, и использовать определенные моменты, которые облегчают работу с сайтом. Если, скажем, человеку, которому предлагается защитить сайт, рассказать о том, какие могут быть последствия, он, скорее всего, задастся вопросом, вообще, мне надо это делать? То есть оно стоит того, если возникают такие трудности? И многие даже могут привести достаточно много аргументов против того, что конкретно его сайт защищать не нужно. У нас, например, был случай, когда клиент каждые два дня откатывал сайт из бэкапа, потому что заходил на него бот и через уязвимость внедрял мобильный редирект. И в течение месяца методично этот человек откатывал из бэкапа сайт, считал, что это нормально, в конце концов ему это надоело, он обратился с просьбой провести некий аудит. Вот там выяснилось, что есть уязвимость. Вот так бы, может быть, он и продолжал это делать. И таких людей, на самом деле, ни один и ни два. Также очень популярное мнение, связанное с тем, что не все, ну, скажем, сайты непосещаемые, непопулярные, они не взламываются. То есть они не представляют никакого интереса для хакеров, соответственно, и взламывать не будут, их и защищать не нужно. Почему это заблуждение? Оно основано на том, что люди считают, что взлом сайта напрямую связан с заработком на этом сайте. То есть если сайт непосещаемый, если он непопулярный, то, соответственно, его или не найдут хакеры, или не будут взламывать, потому что 20 посетителей в день, или какой-то корпоративный портал, который региональный. Вот, зачем его взламывать ради заработка? На самом деле, правда жизни в том, что хакеру нужны ресурсы хостинга. То есть это, ну, наличие домена, наличие хостинга и возможность запуска скриптов. Если эти возможности есть, хакер взламывает любой сайт, ему абсолютно все равно, что на этом сайте размещено, насколько он популярен. Главное, что у него есть уязвимость, через эту уязвимость, соответственно, проводится атака. Хакер получает полный контроль над сайтом, над хостингом. И дальше начинает размещать на нем вредоносный контент. Это может быть фишинговые страницы. С этого сайта могут рассылать спам, могут внедрять вирусы, использовать этот сайт в качестве цепочки перенаправлений на вредоносные различные, на приложения, на другие сайты и так далее. То есть не столько сайты мелкие взламываются для заработка, сколько для использования в качестве ресурсов или инструментов взлома более серьезных проектов. Зачем это делается? Это делается с точки зрения экономии, просто финансовой выгоды. Потому что оплачивать абузоустойчивый сервер, который не закроет по первой жалобе, скажем, какого-то там клиента, посетителя сайта, очень дорого. Намного проще найти тысячу сайтов, которые уязвимы к определенному одному и тому же типу атак, взломать его скопом и получить большой массив взломных сайтов и с него уже проводить какие-то несанкционированные действия. Подробно я на них останавливаться на этих заблуждениях не буду. Соответственно, это все мифы, а реальность, она выглядит несколько иначе. Что случилось? Хакеры, вирусы съели мою презентацию. Смотрите, на самом деле, если бы это был реальный взлом, то на этом бы у нас презентация закончилась. Но мы вам продемонстрировали, что, в общем, уязвимостям, атакам подвержены любые системы, в том числе самые, наверное, разнообразные. Об этом дальше Григорий расскажет. Да, ложная тревога. Значит, как выглядит реальность? Реальность выглядит следующим образом. Вот если посмотреть в статистику посещений сайта или по журналу веб-сервера, то среди тысячи IP-адресов половина будет принадлежать ботам. Причем четверть из этих 50% будет принадлежать ботам, которые пытаются или атаковать сайт, или найти на нем какие-то уязвимости, или генерируют некий паразитный трафик для того, чтобы сайт, скажем, уничтожить или попытаться к нему ограничить доступ. Поэтому учитывать нужно это обязательно. И с учетом, опять же, того, что любой сайт подвержен этим атакам, любой сайт могут взломать, необходимо защищать абсолютно любой сайт любого масштаба. Кроме того, почему сейчас этим нужно заниматься? Растет активность хакеров. Она связана с тем, что, во-первых, средства взлома стали очень доступны. То есть есть огромное количество ресурсов, которые в открытом доступе выкладывают инструменты для взлома. Любой школьник может зайти, посмотреть видео, скачать программу и начать атаковать любой ресурс. По крайней мере, искать на нем уязвимости. Если уязвимость находится, то вопрос взлома – это вообще, опять же, нажать одну кнопку фактически. И, кроме того, поскольку сайты сейчас взламываются на уровне автоматических средств, то есть это делают боты, это делают не люди, то найти злоумышленника, который это сделал, чрезвычайно сложно, практически невозможно. Особенно это касается массовых взломов. Потому что максимум, что будет у пострадавшего – это IP-адрес некоего сервера, размещенного даже не в России. То есть что с этим IP-адресом делать? С ним в милицию смысла идти нет. То есть отдел К здесь никак не поможет. Поэтому безнаказанность, доступность инструментов – все это усугубляет ситуацию. Кроме того, это еще не все. Есть веб-атаки, то есть взлом сайта через веб. А есть еще две группы вариантов взлома, которые не связаны с веб-атаками. Во-первых, это взлом сайта техническими средствами без участия людей. Допустим, Брутфорс. То есть это подбор пароля к различным панелям, к сервису FTP, к панелям хостинга и так далее. Если установлен слабый пароль, взламывается очень быстро. Второй вариант – это взлом сайта через соседей. Очень много владельцев сайта экономят на хостинге и размещают на одной площадке несколько, порой десятков сайтов. При этом девять, допустим, сайтов могут быть неуязвимы, а один сайт на каком-нибудь старом вордпрессе, он может представлять угрозу для всех десяти. То есть достаточно иметь один уязвимый сайт на хостинге, взламываются все остальные автоматически, поскольку они не изолированы на этом хостинге. Ну и так далее. То есть вот есть очень много вариантов, как эти сайты могут быть взломаны. И последняя большая группа – это взлом по вине человеческого фактора. То есть люди сами виноваты в этом взломе и сами представляют собой ту самую уязвимость. То есть очевидно, что сайт нужно защищать. А как это делать? То есть как это правильно сделать? Правильно это делается в два этапа. Точнее эти этапы могут быть запараллельны, но обязательно они должны быть в комплексе. Первый момент – это использовать технические средства защиты. Второй момент – использовать организационные меры защиты. Если брать какие-то по отдельности, скажем, взять и настроить на сайте Web Application Firewall, вроде бы он защищает от веб-атак, но отдельно от организационных мер он не будет защищать в комплексе сайт, поскольку могут использовать те две других группы, которые не покрываются Web Application Firewall или техническими средствами. Что касается организационных мер, опять же, многие клиенты у нас раньше считали, что достаточно менять регулярные пароли от хостинга, и это защищает сайт от взлома. Ну, естественно, не защищает, потому что веб-атаки, они идут в обход всех этих механизмов аутентификации. Я не буду подробно перечислять все пункты, я их вынес здесь. Это можно использовать как некую такую опорную памятку для того, чтобы проверить, все ли элементы технических средств защиты используются на вашем сайте. И то же самое сделано для организационных мер. Вот на организационных мер я немножко остановлюсь, поскольку это очень важная вещь, и она обычно игнорируется и в статьях по безопасности, и, в общем-то, самими владельцами сайта или веб-мастерами, поскольку это очень скучная тема, очень некомфортная. Технические средства можно некоторые из них один раз настроить, и они сами работают, там что-то защищают. Организационные меры нужно постоянно активно самому выполнять, то есть менять пароли, следить за подрядчиками, проводить какие-то аудиты и так далее. Поэтому они игнорируются незаслуженно, и, к сожалению, по нашей статистике, они достаточно часто играют серьезную роль в небезопасности сайтов. То есть из-за как раз отсутствия организационных мер и взламываются многие сайты, примерно 15-20% у нас приходят из-за того, что некорректно работали, скажем, с доступами, предоставляли их всем подряд, или работали с зараженных компьютеров, администрировали сайты и сами разместили вирус на сайте. Есть и такие варианты, поэтому организационные моменты, они очень важны, их нужно тоже соблюдать. Кроме того, они помогают в работе, в защите динамичных проектов. То есть если взять, скажем, сайт и посмотреть, как часто на нем меняется контент, как часто на нем меняются скрипты, как часто обновляются конфигурации, то все сайты можно разделить на две группы – статичные проекты и динамичные. Статичные, где ничего не меняется, кроме, скажем, раздела новостей. То есть вот заходит контент-менеджер, постит что-то периодически, и на этом все обновление сайта заканчивается. Такие проекты очень легко защищать, они могут быть зацементированы, то есть применяется весь тот набор перечисленных средств, технические защиты, и они замечательно живут, их очень редко взламывают, то есть вероятный взлом очень низко. Что касается динамичных проектов, их защищать намного сложнее, потому что как только, допустим, мы зацементируем все скрипты, запретим изменения в них, проект просто перестанет работать корректно. То есть, допустим, программисты не смогут обновлять там что-то, перестанет работать импорт данных, экспорт данных и так далее. Что делать в этом случае? Как защищать такие динамичные проекты? В этом случае нужно часть ответственности вот этой защиты перекладывать на организационные меры, чаще проводить аудиты, следить за тем, какие доступы кому предоставляются, что они предоставляются с минимальными привилегиями, на минимальный срок. Далее обязательно привлекать только доверенных подрядчиков, желательно работать с одними и теми же, которых вы знаете, в которых вы уверены и так далее. То есть очень много средств в данном случае зависит от организационных мер. Кроме того, если этот проект динамичный, если на нем установлена какая-то защита, то необходимо его тестировать, и опять же тестировать регулярно. Тестировать как технические различные вещи, аспекты, так и организационные, потому что проблемы могут быть и там, и там. Были много раз случаи, когда после установки защиты, скажем, пропадала часть функциональности на сайте, причем эта функциональность была не очень очевидна, и снаружи ее незаметно, ошибок никаких нет. В частности, допустим, на интернет-магазинах есть механизмы загрузки курса валют с удаленного сервера, и на основе этого курса валют пересчитываются цены на сайте. Так вот, не очень быстро можно заметить то, что перестали загружаться вот эти апдейты, и, скажем, цены, ну, они какие-то есть, они никуда не пропали, просто они не актуальны. А выясняется это только, скажем, анализом логов, или кто-то из контент-менеджеров заметил, что давно что-то там не обновлялось, хотя курс валют пересчитался. И таких моментов может быть много в техническом плане, а в организационном обычно это связано с людьми. Поскольку при защите людям выдается некое предписание, что нужно делать, допустим, регулярно менять пароли. Это достаточно такая утомительная процедура, пароли очень редко меняются, и вот задача руководителя проекта или того, кто занимается как раз всей этой безопасностью, отслеживать, что все предписания выполняются в нужное время, в нужном порядке и в нужном объеме. То есть это очень важный момент для тестирования. И отдельно хотелось бы обратить внимание на то, как для защиты, для безопасности сайта работать с подрядчиками. Потому что по вине подрядчиков процентов 5 или 6 наших клиентов, они имеют проблемы. Какие-то инциденты случаются именно по вине неаккуратного обращения с сайтом или с доступами подрядчиков. Что они могут делать? Могут раскрывать доступы, то есть передают их по скайпу, по почте, через какие-то мессенджеры незащищенные. Бывают случаи, когда какие-то документы остаются прямо на сайте заказчика в открытом виде. Кто-то сделал бэкап и просто положил его в корневой каталог или оставил за собой какие-то инструменты, скажем, работы с базой данных, которые, опять же, многие из них могут даже не требовать авторизации, аутентификации, и просто человек, ну, хакер, он может запустить специальный инструмент перебора чувствительных файлов и обнаружить вот эти чувствительные файлы на сервере. При этом, ну, естественно, подрядчики это делали ненамеренно. То есть они просто не знали, что это нельзя делать. Опять же, есть очень популярная тема, работа в каворкингах или там из кафе-шоколадница. Это используется открытый Wi-Fi, публичный, незащищенный. Никто не знает, во-первых, нет ли там снифера трафика в этой сети, а во-вторых, сейчас очень модная тема взлома роутеров и размещения в них троянов. Эти трояны тоже выполняют функцию снифера трафика, и они перехватывают все критические вещи наподобие доступов от FTP, там, админпанелей и так далее. То есть все это сливается, и никто не заметит даже, как это произошло. А потом через некоторое время происходит взлом сайта, через те же самые доступы. Не все подрядчики добросовестные. Некоторые хотят подзаработать немножко на сайтах клиентов, особенно если видят, что клиент ничего не понимает в технической стороне вопроса. Раньше, когда была популярная тема с размещением продажных ссылок различных бирж, многие промышляли тем, что размещали на страницах сайта эти самые ссылки, и там имели какую-то копеечку со всех клиентов, которым они там правили шаблоны. Соответственно, вот эта тема очень тоже важная. Ну и многие подрядчики, и в том числе сотрудники, уязвимы, скажем так, к атакам социальной инженерии, когда хакер может представиться каким-нибудь сотрудником техподдержки хостинга, и не знающая секретарша просто отправит им все доступы. Такое тоже бывало. Все очевидно, что нужно защищать сайт, но вот все эти рутинные операции, они доставляют очень много хлопот. Поэтому я хотел бы заострить внимание на нескольких рекомендациях, их четыре, как упростить жизнь при работе с защищенным сайтом. Во-первых, автоматизировать по возможности всю рутину, но проверять, что все рутинные автоматические операции исполняются. Далее составить предписание правила руководства для всех сотрудников, которые работают с сайтом, выполнять мониторинг на всех уровнях, то есть мониторить и организационные моменты, и технические моменты. Это позволит вовремя обнаружить проблемы. И если, скажем, самостоятельно не хватает квалификации или времени, чтобы заняться безопасностью, естественно, желательно обратиться к экспертам, к специалистам, к безопасникам. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Григорий, тут явно, смотрите, сейчас аудитория небольшая, но явно те, кому это максимально интересно, потому что вопросов достаточно много. Начнем с конца. Очень хорошо. Как защититься от недобросовестных сотрудников, оставляющих закладки? Здесь правила два. Первое, доверять людям, с которыми вы работаете. Если вы не доверяете, не работаете с ними. Если это какой-то неизвестная организация, ну хотя бы заключите с ней договор. Во-вторых, проводить аудиты. То есть аудиты после того, как выполнены все работы. Вы меняете доступы, можете аудит проводить сами, если есть возможность такая. Если нет, обращайтесь в какую-то стороннюю организацию, она посмотрит, нет ли вот этих закладок после тех или иных специалистов. Ну и договор обязательно с прописанной ответственностью. Договор обязательно, да, с ответственностью, с соглашением о конфиденциальности, ну и все надлежащие пункты. Про нас тут вот спрашивают. Один из битрикс-управления сайтов имеет свои средства защиты. Насколько они помогают защитить сайт? Они помогают защитить сайт, поскольку в битриксе есть проактивная защита, ее нужно активизировать. Она позволяет закрыть внутренний периметр. То есть все атаки, идущие на сайт, они отфильтровываются, которые опасные. То есть опасные запросы приходят, битрикс их распознает, логирует и запрещает. Что касается полной защиты, то есть, естественно, нужно закрывать еще и внешний периметр, то есть вообще весь трафик, который идет на сервер или на хостинг. Поэтому для внутренней защиты замечательно работает встроенная защита битрикса. Вопрос, на который я ответ уже точно знаю, но я обязательно задам. Есть ли какие-то сервисы, чтобы проверить сайт на вредоносный код? Да, есть. Ну вот наша компания сделала iBolid, это сканер вредоносного кода на хостинге. Есть бесплатные средства, называются Maldet, Clomav. Вот, пожалуй, три таких, которыми можно проверить файлы на хостинге. Есть веб-сканеры, которыми опять же можно проверить страницы сайта, поскольку диагностика, она состоит из двух частей. Это проверка внешних страниц и проверка файлов на хостинге. Вот, внешние сканеры тоже, их там много, я их не буду все перечислять. Вот, Rescan Pro есть, Kuterra, что еще? Компания Sukuri сделала сервис сайт-чек Sukuri.net. То есть они все позволяют проверить снаружи сайт, а сканеры файлов позволяют проверить сайт изнутри. Уточнение про сотрудников. Сотрудники, которые постоянно увольняются, ну точно так же, соглашение конфиденциальности, индей, договор, все прописаны. Да, и плюс еще обязательно регулярно менять пароли, потому что уволившийся сотрудник уносит с собой все FTP и остальные доступы. Поэтому, если у вас нет контроля над доступами, то это проблема. Вопрос еще один, мне очень нравится. Если это доклад о разумной безопасности, что подразумевается под неразумной безопасностью? Неразумная безопасность, ну, во-первых, заключается в недобезопасности. То есть когда человек ставит плагин, скажем, для WordPress и считает, что все, на этом заканчивается защита. То есть оно все защищено. Или, допустим, ставит свой сайт под Web Application Firewall и на этом тоже заканчивается вся работа по безопасности. То есть, вот как я сказал, что если нету двух компонентов, организационной составляющей и технической составляющей, то это неразумная безопасность. От меня личный вопрос. Когда заказчик заказывает себе сайт, ну, разработку, он понимает, когда он платит за функционал. Он понимает, когда он платит за дизайн. И, в общем, на этом часто ограничивается. Дальше какие-то вещи типа производительности и безопасности ему продать очень сложно. То есть, ему в бюджете говорят, а вот здесь вот еще столько-то там за скорость, за безопасность практически невозможно продать. Такая история была с производительностью. С этим как-то сейчас стали бороться. Есть много разных косвенных факторов, что если ваш сайт работает медленно, у вас меньше посетителей, меньше конверсия, он хуже ранжируется. Вот через такие косвенные пути заказчик начинает понимать, что быстрый сайт ему все-таки нужен. А как ему продавать безопасность? Вот вы с клиентами, как это делаете? На самом деле, очень сложно вообще заниматься активными продажами в безопасности, потому что, если у нас был случай, просто я тогда расскажу быстро, когда мы начинали работу, мы решили, что мы знаем такой суперспособ, как продавать эту безопасность. Просканировали несколько сотен тысяч сайтов, нашли те, которые заражены, и начали клиентам рассылать уведомления, что мы можем помочь вам. Первое, что нам сообщили, что да вы сами их взломали. То есть вы взломали и вымогаете деньги, поэтому так продавать безопасность нельзя. Поэтому мы перестали этим заниматься, мы просто активно, ну скажем так, развиваем комьюнити безопасности, делаем вклад в безопасные инструменты, нас знают и к нам приходят сами. То есть мы ее активно не продаем, к нам приходят клиенты сами с проблемами уже, и они знают, что им это нужно. Я имел в виду даже не активную продажу, а вот именно как вы аргументируете, что это им нужно. Аргумент очень простой. У клиента есть коммерческий проект, и он зарабатывает какие-то деньги. И, соответственно, есть потери от того, что сайт перестает работать. Вот можно посчитать эти потери, скажем, простой одного дня. Так же, как DDoS продается, то есть от простоев идет расчет. Если сайт лежит три дня, что случается обычно при взломе, потому что за один день не каждый серьезный проект можно поднять, и некоторые целевые атаки уничтожают сайт полностью, включая бэкапы. Вот если клиент понимает, сколько он потеряет от неработы какого-то времени сайта, то это как раз и есть серьезный аргумент для того, чтобы ему заниматься безопасностью. Ну, про сканер могу добавить просто от нас самих. У нас в продукте есть сканер безопасности, который делает и аудит кода, и внешнее сканирование на разные уязвимости, там, в софте и подобных вещах. То есть пользователь его сам самостоятельно запускает вручную, а ему выводится список тех или иных узких мест и потенциальных уязвимостей, и даются рекомендации по исправлению. И мы сами собирали внутреннюю статистику, а больше половины не исправляют. То есть они запускают сканирование, через какое-то время запускают повторное, и они ничего не сделали. Да, все правильно, так и есть. Что грустно. Спасибо еще раз за доклад. Спасибо вам.